А в какой еще семье гостям делают музыкальные подарки? Тимофеевы к приезду нашей съемочной группы подготовились. В этом трио Лада играет на фортепиано, Люда на домре. За металлофоном мама Елена. Мужская половина семьи, папа и два сына, наблюдают за номером со стороны. Впрочем, мальчишки тоже занимаются музыкой. Петь я всегда любила. Когда беременной ходила, пела. Мне очень нравится музыка. Когда детишки у нас пошли, школа музыкальная не так далеко. Площадь революции от нас тут 15 минут. Мне очень захотелось, чтобы мои дети, хотя бы мои дети, они занимались музыкой. Все четверо детей в семье Тимофеевых учатся в музыкальной школе. В полной мере разделить увлечения близких не может только папа Геннадий. Мужчина инвалид по слуху. Музыку он скорее чувствует. Тимофеевы активно участвуют в общественной жизни города. Помогают с решением проблем многодетным родителям. Выступают на музыкальных фестивалях. Их старания не остались незамеченными. В этом году Геннадий Тимофеев стал победителем конкурса «Отец года». Глава семейства признается, титул приятный. Правда, любить и заботиться о своих близких – процесс для мужчины вполне естественный. Я хочу, чтобы дети мои были умные, послушные. Чтобы дети старались учиться, чтобы у них что-то было в жизни лучшее. В том, что их папа лучший не только в этом году. Уверены, как минимум, четыре маленьких человека. А мне кажется, что он самый хороший папа в мире. У таких больше нет таких хороших. Папа на свете. Конкурс «Отец года» организован областным отделением российского детского фонда. Победителя выбирают по заслугам семьи. В качестве приза – денежный сертификат. Для Тимофеевых такой подарок не лишний. Геннадий официально трудоустроен дворником. Елена – в отпуске по уходу за больным ребенком. Материальный достаток невелик. Богатство в этой семье измеряется детьми, любовью и заботой друг о друге.